Доброго времени суток дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи и сегодня у нас в преддверии матча очередного тура РПЛ Спартак против Зенита, противостояние двух столиц. Вы, друзья, пишите в комментариях свои прогнозы, как вы считаете, с каким счетом закончится эта встреча и кто победит, ну а позже мы с вами узнаем, каким результат будет в жизни. Составы на этот прогноз взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. У Спартака не сыграет Александр Кокорин, у Зенита также под вопросом есть некоторые футболисты, но точно не сыграет Себастьян, Дриуси и Лунев, они даже не полетели с командой в Москву. Ну и у нас начинается встреча, пока что Зенит держит мяч под контролем. Первая подача, но здесь спокойно, мяч забирает Максименко и уже высматривает кому бы из партнеров послать мяч. Ну а вот уже и атака Спартака. Тонкая передача в штрафную, но смогли выбить защитники Зенита и тут же попытка контратаки. Одиннадцатая минута, это Караваев ищет партнеров в штрафной. Будет ли подача? Пошел пас в центр, мостовой, удар по воротам и там Жиго ложится под мяч и не позволяет футбольному снаряду долететь до ворот. Еще одна подача и снова успевает Максименко. На сей раз он опережает Зюгу. И снова мостовой, хороший момент для удара, Максименко отбивает мяч. Еще один перевод, снова мостовой, передача на Дзюгу, удар по воротам 1-0. Тридцатая минута, Зенит выходит вперед усилиями Артема Дзюбы. Мяч оказывается в воротах. Получилась потеря у Спартака в центре поля. Азмун забрасывает на мостового. Тот видит Дзюбу в центре. Дзюба разворачивается и поражает дальний угол. 0-1. Но вот атака Спартака, подача в штрафную. И Ракицкий вынес мяч головой. Удар по воротам. Гержаков мяч забирает в руки. Снова Спартак в атаке. Будет ли подача? Айртон сейчас пытается накрутить Караваева. Передача в центр. Это Ларсен. Ждет партнеров. Не знает, кому отдать передачу. И в итоге потеря. Хороший пас на Азмуна. Выход 1 на 1. Удар по воротам. И на 44-й минуте Азмун забивает второй мяч. Здесь очень классная передача пошла с центра поля. Азмун убежал от защиты. И в итоге смог поразить ворота Максименко. Смотрим еще раз. Это Магомед Аздоев с центрального круга забрасывает за спину на Азмуна. И тот без проблем разбирается с галкипером. Вот так вот под занавес первого тайма на 44-й минуте Азмун увеличивает превосходство Зенита. Начинаются вторые 45 минут. Пока что Зенит впереди 2-0. У Спартака были моменты. И сейчас, как мы видим, произошла у них замена. По владению примерное равенство. 51 на 49 в пользу Зенита. Малкому мячаем. 48-я минута пошла подача. А вот до удара дело не дошло. Бариус, скидка. И Максименко намертво забирает мяч. Малкому тонкий пас на Азмуна. И здесь его опережает Максименко. Но вот сейчас у иранца не получилось так же здорово выбежать 1 на 1, как это было в первом тайме. Но, тем не менее, еще один опасный подход к воротам Спартака был. Пошла подача. До удара дело не дошло. На подворе Аздоев. Его выстрел. И попадает он в защитника Спартака. Какое спасение. Максименко Азмун буквально в упор расстреливал ворота Спартака. Но галкипер хозяев показал мастер-класс. И снова Малком. Его удар по воротам. И третий мяч в сетке. Ну вот. Практически все нападение Зенита сегодня забило в нашем прогнозе. Но этот гол по-настоящему красивый. Малком очень здорово переложил под левую и хлестко пробил в дальний угол. Артем Дзюба увидел забегание партнера. Малком одним касанием подрабатывает. И тут же прошивает в дальний. Две минуты добавил арбитр. Зенит снова в атаке. Передача. Дзюба. И четвертый мяч в воротах. Ну вот во втором тайме Спартак больше владел мячом. Больше было попыток перехода центра поля. Ну а в итоге они так же как и в первом тайме получили два мяча. Здесь долго зенитовцы возились на фланги. В итоге Мостовой сделал подачу. Дзюбу никто не опекает. И он переправляет мяч в ворота. Я думаю на этом наш прогноз подходит к концу. Друзья. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.